Казанский федеральный университет Казанского федерального университета Напоминаю, что все вопросы вы можете задавать в официальном инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета Что ж, пора узнать, кто у нас сегодня в гостях А в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, профессор, а также директор Института экологии и природопользования Светлана Юрьевна Селивановская Здравствуйте Добрый день Светлана Юрьевна, давайте начнем с небольшого вступительного слова о новых направлениях вашего института Ну, во-первых, я хотела бы сказать большое за такое представление Потому что действительно мы все здесь в первую очередь доктора наук Мы все здесь профессора И только затем уж мы административные работники Как, например, директор Института экологии и природопользования Спасибо большое за то, что вы это понимаете И спасибо за то, что вы пытаетесь донести это нашим будущим студентам Дорогие будущие абитуриенты Я, конечно, отвечу сегодня на все ваши вопросы Но очень хотела бы сосредоточиться на том новом, что вас ожидает в этом году На новом направлении, которое мы открываем в этом году Поэтому я жду ваших вопросов Отвечу, но и, конечно, прошу прощения, если буду сбиваться Потому что мне очень хочется рассказать все наши новости Что ж, давайте приступим к вопросам И первый вопрос как раз-таки о направлениях Давайте в целом расскажем о том, какие есть направления Наш институт экологии и природопользования Готовят специалистов, готовят экспертов Которые, общими словами, призваны решать проблемы окружающей среды Без решения этих проблем невозможно комфортное существование человека Невозможно существование человека здорового Невозможно существование всех живых существ на планете И этим как раз мы и занимаемся Для того, чтобы знать все об окружающей среде Уметь разрабатывать технологии Принимать какие-то управленческие решения Вы можете учиться на одном из наших пяти направлений Которые мы открываем в этом году Четыре наших традиционных направления К ним относятся Самое большое направление по количеству бюджетных мест И в магистратуре, и в бакалавриате Это экология и природопользование Следующее направление Это гидрометеорология Где вы будете специалистами по климату Где вы сможете работать на метеостанциях В аэропортах На севере у нефтяников и так далее Следующее направление Это почвоведение Проблемы сохранения почв Повышение урожайности Продовольственной безопасности Непосредственно связаны со специалистами Которые оканчивают это направление И четвертое направление Традиционное для нас Которое уже много лет Приветствует абитуриентов Это землеустройство и кадастры Каким образом грамотно использовать территорию Как правильно оформить земельное отношение С этими проблемами сталкиваются Инженеры-кадастровики Инженеры-землеустроители Работники кадастровых палат И этих специалистов мы готовим В рамках направления Землеустройства и кадастры И новые направления На которые мы получили лицензию И в этом году будем осуществлять Первый набор Это направление биотехнология Это специальность будущего Потому что в основном Все процессы, которые И все технологии, которые будут активно развиваться Ну помимо IT-технологий Это природоподобные технологии Это технологии, которые реализуются С использованием живых организмов Большей частью микроорганизмов Мы будем осуществлять набор На это направление На биотехнологию И на бакалавриат И на магистратуру Милости просим Раз уж мы заговорили о новом направлении Скажите, есть ли бюджетные места? Да Значит, бюджетные места У нас есть на все традиционные направления Экология природопользования 55 бюджетных мест на бакалавриат И 45 бюджетных мест в магистратуру Почвоведение 25 бюджетных мест в бакалавриат И 10 бюджетных мест в магистратуру Гидрометеорология 25, также и 10 мест Ну и собственно Землеустройство и кадастры 25 бюджетных мест бакалавриат и 14 мест в магистратуру. К сожалению, на биотехнологию, поскольку мы осуществляем первый прием в этом году, а аккредитацию и, соответственно, бюджетные места мы можем провести только при наличии студентов, в этом году, в первый год приема, мы осуществляем на контрактные места. Но у нас есть некая договоренность с организациями, которые хотели бы получить таких специалистов, и вполне возможно, что лучшие студенты могут получить оплату своего образования из бюджета вот этих организаций. Я пока их не буду называть, потому что это должно сложиться, но такие обсуждения мы ведем. Впрочем, необходимо отметить, что специальности это настолько важное, популярное, плюс ко всему, она относится к стратегически значимым специальностям, это биотехнология, что, я думаю, контрактное обучение, это тоже будет очень полезно и всегда оправдано в будущем, как с точки зрения перспективности занятий, так и в финансовом плане. Давайте пробежимся по процедуре поступления. Ведь для каждого абитуриента, который плавает в таком огромном потоке информации об институтах, в принципе, о вузах, ему сложно разобраться. То есть, давайте скажем, какие предметы ЕГЭ нужны для каждого направления и с какими баллами, возможно, можно преподавать, претендовать, точнее, на бюджетное место. Спасибо большое за вопрос. Но сначала я сделаю обязательно реверанс в сторону нашей приемной комиссии. Вот сама процедура приема, подачи документов, да, в какие сроки начинается подача документов. Когда у нас будет проходить конечная точка, когда заканчивается прием документов, будет ли у нас одна или две волны, в прошлом году была одна волна, до этого было две волны зачисления, об этом вы можете спросить членов приемной комиссии, вы можете позвонить в нашу приемную комиссию. И, конечно же, вся эта информация предоставлена на сайте Казанского федерального университета. Если вы откроете главную страничку, с левой стороны закладочки написано абитуриенту, и там вы всю информацию найдете, то есть по срокам, какие документы нужно подать и так далее. Подавать документы можно онлайн, подавать документы можно очно. Если года два назад нас подвинула к этому пандемия, то мы имеем очень хороший опыт по подаче документов онлайн, так что не бойтесь, подавайте. Что касается вступительных экзаменов, это тоже вы можете, есть такая прямо там закладочка, табличка, какие экзамены ЕГЭ, результаты каких ЕГЭ вы должны представить. Ну, я сейчас здесь кратенечко вам скажу. Значит, на экологию природопользования, на биотехнологию и на почвоведение одинаковый набор экзаменов ЕГЭ. Это биология, математика и русский язык. Единственное различие заключается в том, что на экологию и природопользование основным экзаменом, основным предметом является биология, экзаменом по выбору математика и обязательный русский, а на биотехнологию обязательным является математика, биология является, ну, как называется, выборным и русский язык. Но три этих предмета вы подаете для того, чтобы поступить на вот эти направления. Внимательно посмотрите, пожалуйста, потому что тот экзамен, который по выбору, вы можете заменить, то есть вы можете, например, на экологию поступать биология, а затем либо математика, либо химия и русский язык. На биотехнологию вы математика и либо биология, либо химия и русский язык. На гидрометеорологию вы поступите, если у вас есть ЕГЭ по географии, по математике и русскому языку. На землеустройство и кадастры вам потребуется физика, математика и русский язык. Обратите внимание, что вот в той табличке, которую вы откроете на сайте, я просто не помню сейчас на память эти цифры, указаны минимальные баллы, с которыми вы можете подавать документы. То есть, например, я боюсь ошибиться, но вы увидите там цифры, например, 31 балл, 34 балла. Если вдруг у вас по ЕГЭ 25 баллов, вы не имеете права подать документы. То есть обязательно проверьте. Но я думаю, что у вас у всех ЕГЭ сдано больше, чем на 35 баллов, и я думаю, что этот вопрос даже не стоит обсуждать. Это те баллы, при которым вы имеете право подать документы. Но какой будет проходной балл, при каком бале вас зачислят, это цифра, которая каждый год меняется. Это может быть суммарно и 180 баллов, как было, например, 3 года назад. Это может быть и 210 баллов, причем на разные направления эти баллы разные. Я просто поясню, чтобы вам было понятно, каким образом формируется вот этот вот проходной балл. То есть, предположим, у нас... Да, и проходной балл это на бюджетные места. Предположим, у вас... Вас подало документов, да, на экологию природы пользования 500 человек. Эти 500 человек выстраиваются в рейтинг по сумме трех экзаменов. И вот в этом рейтинге отсчитывается 55 человек, сколько у нас есть бюджетных мест, и проводится черта. И вот тот балл, который у 55-го человека, и будет проходным баллом вот этого года. А такие проходные баллы были, как я уже говорила, и 180, и 189, были 210, были... По-моему, один год был вообще 225, да. Бывает по-разному, потому что зависит еще и от того, какие задания, да, бывают на ЕГЭ. Иногда бывают трудные, иногда бывают легкие, да. И баллы по ЕГЭ у детишек вот в этом году, например, у всех выше 2, 3, 4 балла и так далее. Но вы можете посмотреть, опять-таки, на сайте итоги приема, так называется закладочка, итоги приема 21-го года и, по-моему, 20-го года. И там как раз выставлены миним... Вот проходные баллы, которые были на наше направление. А что касается биотехнологии, на которые мы будем осуществлять контрактный прием, то для контрактного приема таких проходных баллов не устанавливаются. Единственное, что... Конечно, ребятишки, у которых сумма 3 баллов по ЕГЭ, например, 140-130 баллов, им будет сложно учиться. Но с другой стороны... То есть ограничений нету здесь, могут поступать с любыми баллами. Единственное, что... Я хотела сказать, иногда бывают ребятишки, которые поступают к нам на контракт с низким баллом, и потом вдруг им так нравится эта учеба, вдруг они понимают в этом необходимость и прекрасно учатся. В то же время ребята, которые поступили на бюджет с неплохими баллами, мы их отчисляем, потому что что-то у них случилось, им не понравилось, или они бросились там, уехали из дома, начали ходить по клубам, перестали ходить на занятия. Это все по-разному. Пробуйте. Главное, чтобы вам понравилось, и главное, чтобы вы поняли, кем вы будете. Главное, чтобы вы поняли для себя, для чего вы учитесь, и как это вам пригодится. Причем я хотела бы обратить внимание на то, что университет, наш классический университет, конечно, совершенно очевидно, что он учит различным предметам, он учит специальности, он ставит ручки в таких направлениях, где тебе нужно, например, в той же самой биотехнологии, в экологии, в почвоведении, в гидрометеорологии знаний приборов. Но самое главное, что дает классический университет, он учит добывать знания. Мы вам расскажем и покажем, где, то есть можно не ориентироваться в проблеме, но понимая, куда надо залезть, куда надо, уж извините за такое слово, где надо посмотреть информацию, из каких предметных областей вытащить знания, да, помните, как у Шерлока Холмса, да, который говорил, мой мозг – это такой склад, да, где все разложено по полочкам, и самое главное, да, вспомнить, с какой полочки вот эти знания надо взять. То есть университет учит учиться и учит добывать знания, и учит адаптироваться, учит приспосабливаться к тому, как можно решить новую проблему. Поэтому даже не страшно, если вы учитесь, например, сейчас на одной специальности, да, а в магистратуру, бакалавриат, а в магистратуру пойдете в другую специальность. Конечно, это тоже должно быть, естественно, научное, да, если вы не хотите растерять свои навыки. База уже у вас будет. Как вы ей распорядитесь, это зависит уже от вас. Давайте уточним такой важный момент, достаточно, по поводу аттестата. В этом году оригинал или согласие с зачислением? Простите, пожалуйста, я вам на этот вопрос не отвечу, но на сайте есть телефон приемной комиссии, и вы прям позвоните, я боюсь ошибиться и так далее. Насколько я знаю, в прошлом году была возможность, ну вот из-за пандемии, довести аттестат к первому сентября, да, когда ребенок приезжает сюда и привозит аттестат. И зачисление мы осуществляли по заявлению и на основании вот этого рейтинга. Насколько я знаю, все студенты наши, все эти аттестаты, конечно же, привезли. Как будет в этом году, я думаю, что, может быть, вам сейчас даже это еще и не скажут, потому что в первую очередь это будет зависеть от той санитарно-эпидемиологической обстановки, чтобы ребенок туда-сюда зря не ездил, который будет летом. Что ж, я думаю, нас смотрят не только бакалавриат, но также и магистры. Давайте пробежимся по программам для них. Ну, я вроде как бы уже об этом сказала. Мы открываем магистрские программы по всем направлениям. Это и биотехнология. У бакалавриата программа, у бакалаврской программы будет называться биотехнология и биоинженерия, а магистрская программа будет называться системная биотехнология и архитектура живых систем. Потому что очень много будет и по конструированию новых живых организмов, и по использованию организмов с определенными свойствами для получения целевых продуктов, для получения биопрепаратов, для получения бактерий, для экологических различных нужд и так далее. Открываем мы магистратуру и в направлении гидрометеорологии, и экологии природопользования. И здесь, обратите внимание, 45 бюджетных мест. Это много, хорошо. Это говорит о том, что государству очень важны эти специалисты. Мы открываем почвоведение и открываем землеустройства и кадастры. Я хотела бы обратить ваше внимание, прежде чем вы мне зададите другой вопрос, вот о чем. Министерство образования и науки Российской Федерации открыло большую программу в ответ на призыв мирового сообщества и в ответ на выступления и указы президента Российской Федерации, в которой связана программа с изменением климата и экологическими проблемами. Министерство образования и науки посчитало важным необходимость готовить специалистов для решения этих проблем. А вы знаете, что сейчас это проблема номер один во всем мире. То есть мы фиксируем увеличение температуры, мы фиксируем изменение климата. Даже изменение температуры средней на нашей планете на 1%, на 1-2 градуса приведет к катастрофическим последствиям. Будут интенсивнее таять льды, поднимется уровень океана. Те территории, которые являются сейчас территориями с высокой продуктивностью сельскохозяйственной, перейдут в полупустынные зоны. Это связано с тем, что интенсивно развивается промышленность, не очень задумываясь об экологическом эффекте. Вот эти вот огромное количество выбросов, так называемых климатических газов, раньше чаще говорили парниковые газы, это диоксид углерода, метан, оксид азота, создают парниковый слой, из-за этого поднимается температура. Вся мировая общественность, научная общественность решает вопрос, что страны должны договориться между собой и сказать, мы будем делать свои технологии, строить так, чтобы такого повышения температуры не произошло. Для того, чтобы так менять технологии, для того, чтобы создавать технологии, которые бы снижали выбросы вот этих парниковых газов, нужны специалисты, специалисты, которые бы были одновременно и технологами, и физиками, и химиками. То есть не то, что они были бы химиками, а они бы имели такие компетенции. Конечно, биология, биотехнология. Вот для этого Министерство образования и науки затеяло программу, которая называется «Карбоновые полигоны». То есть это такие полигоны, на которых будет вестись мониторинг, исследование, и самое главное, обучение студентов в одном проекте разных специальностей, с тем, чтобы они передавали друг другу знания, чтобы мы передавали знания по окружающей среде, биотехнологии, климатологии, и студентов в специальности экономика, юриспруденции, физика, с тем, чтобы они планировали свою деятельность так, чтобы нанести вред окружающей среде, в частности, с точки зрения изменения климата. И вот мы сейчас практически в каждую магистрскую программу и бакалаврскую будем включать курсы, которые позволили бы создать такое мировоззрение у студентов. Более того, мы сейчас готовим курсы, которые в рамках большого проекта пилотного, который реализует весь университет, называется «Открытое образование». Когда мы будем об этом говорить, как я уже сказала, психологи, экономисты, физики, химики, математики, а мы в своем институте, в магистратуре, конечно, по большей части, в бакалавриате чуть меньше, как раз будем пытаться еще и подготовить специалистов, которые на региональном, государственном уровне, на международном уровне смогут говорить на одном языке с представителями Европейского Союза, мирового сообщества и быть в теме вот этой мировой повестки. Следующий вопрос от наших абитуриентов. Существует ли полный список вопросов вступительного испытания на магистрскую программу экологической безопасности и управления в сфере охраны окружающей среды? Спасибо большое. Это программа, которая до настоящего времени пользуется у нас наибольшей популярностью, и ей мы отдаем наибольшее количество бюджетных мест. На самом деле, конечно, билеты для магистрской программы существуют, но, как правило, мы не даем эти билеты для того, чтобы не было потом вытаскивания бомб и так далее, но эти все билеты строятся на программе, которая выложена на сайте университета. Либо вы можете подойти к заведующему кафедрой, если это наши бакалавры, или позвонить в деканат, и мы вам эту программу пришлем. Причем в этих билетах прямо вот у нас есть программа, вопрос программы берется и ставится в билет. Поэтому, если вы внимательно посмотрите программу, ничего сверх программы мы не придумываем. Единственное, о чем мы еще беседуем на вступительных экзаменах, это на все направления, мы пытаемся выяснить мотивацию, то есть, почему бакалавр пришел именно в эту, в нашу программу, и пытаемся выяснить, насколько он склонен к предметам по биологии, физике, химии, потому что эта программа, конечно, содержит очень много управленческих дисциплин, потому что это экологическая безопасность и управление в сфере. Но управлять можно только на основе определенных законов, которые функционируют в окружающей среде. И в этом наша как раз фишка, что это не просто пришел какой-то чиновник и сказал, вот тут вот сделай полигон, не поняв никакие грунты, никакая логистика и так далее. То есть, вот эти вопросы мы тоже задаем. Конечно, получают предпочтение те ребята-абитуриенты, которые занимаются научной работой. И, значит, мы просим показать портфолио студента, если у него уже есть публикация, а магистратура – это все-таки по большей части научная подготовка. Мы с удовольствием берем. Я хотела бы обратить ваше внимание, единственное, что вот сейчас не познали уже, что вы можете поступить в магистратуру через нашу университетскую олимпиаду, которая называется магистриум. Те баллы, которые вы получили во время этой олимпиады, они засчитываются. То есть вы можете не сдавать экзамен, у вас будут уже готовые баллы, которые вы получили во время этой олимпиады. У нас в прошлом году на экологию природопользования поступило, так, по-моему, 6 или 7 человек. Ну и на другие направления, ну поскольку я сама микробиолог, эколог и биотехнолог, я эту программу знаю чуть лучше. И на другие направления у нас также поступили ребята. То есть в тот момент, когда все остальные дрожат и сдают экзамены, они уже почивают на лаврах и уже спокойны по поводу того, что они уже магистранты. Очень полезная информация. Ну, в принципе, как я понимаю, олимпиадникам всегда проще поступить, чем, например, ребятам, которые просто сдают ЕГЭ. То есть больше привилегий, больше баллов они могут получить дополнительно. Значит, смотрите, если вы говорите про ЕГЭ, то мы опять возвращаемся к бакалуриату. То, значит, есть ребята, которые есть просто стобальники, есть ребята, которые являются победителями ряда олимпиад, в частности, например, всероссийских олимпиад по предметам определенным. Мы на экологию природопользования принимаем ребятишек, призеров и победителей всероссийского этапа олимпиады по экологии. На гидрометеорологию мы принимаем ребят, которые являются призерами и победителями олимпиады по географии, ну и, соответственно, почвоведение, биотехнология, это еще и биология, да, то есть смотрим по вот предмету. Эти ребята идут, поступают без конкурса, то есть вне зависимости от того, какие у них баллы по ЕГЭ, если он призер или даже победитель, то поступают без конкурса. Значит, если ребенок участвовал в олимпиаде или в какой-то конференции нашего университета или в каких-то других, есть перечень, посмотрите его опять-таки на сайте внимательно, позвоните в приемную комиссию, напишите в приемную комиссию, да, свои вопросы, вам на них ответят, напишите, у нас на сайте, на сайте нашего института выставлен телефон заместителя директора по международной деятельности и приему, он чисто забыла, а у Хадеева Тимура Ринатовича, там выставлен его сотовый телефон, звоните, пожалуйста, я могу добежать до телефончика и продиктовать прямо его номер, звоните, пожалуйста, он ответит на любые вопросы, можете писать в WhatsApp, по-моему, можете писать по этому же номеру в Telegram, задавать вопросы, и все материалы мы вам пришлем, пожалуйста, ну или вы заходите и смотрите там телефоны. Также для многих студентов очень большое значение имеет практика. Вот где проходит практику экологи? Значит, у нас практику экологи есть как минимум два вида практики. Учебную практику, значит, наши экологи проходят либо на базе практики, которая называется займище. Мы эту практику в займище проводим уже на протяжении, по-моему, трех лет мы получили эту базу практики. Это, поверьте мне, на фоне других баз практик, это очень благоустроенная база практики, то есть с хорошими домиками, с хорошими лабораториями. Кроме этого, часть практики, они проходят в РАИФе, там у нас тоже есть небольшой домик, где живут студенты. в основном здесь, причем там проходят и почвоведы, там проходят и гидрометеорологи на этих базах. Она большая, она принимает за раз 120 человек. Значит, и есть после третьего курса у бакалавров так называемая производственная база практики, и здесь уже практика проводится индивидуально, и наши студенты ездят либо в заповеднике, в прошлом году, вот у нас не получилось поехать в Алтайский заповедник, потому что пока было очень смешно, пока ребята ехали, оттуда ехать двое суток, пришло оттуда письмо, что закрыли на карантин ковид, и мы прямо туда уже написали ребятам, что все, меняйте билеты, вы приехали, посмотрите город и возвращайтесь. Но кроме них проходили, по-моему, еще в четырех заповедниках. Много проходит практику на предприятиях, потому что прекрасное место работы, это прямо есть такая профессия, эколог на предприятии. Много проходит практику в организациях по подготовке документации, которая нужна сейчас любым предприятиям, и у нас много таких фирм, причем есть фирмы, которые организовали наши же выпускники, и они охотно берут туда. Значит, практику проходят в министерствах, экологи, это, конечно, в нашем министерстве экологии и природопользования, в министерстве сельского хозяйства, ну и в других организациях проходит практика уже индивидуально. Отрадно, что после прохождения практики, если студент, ну есть такое слово, показался работодателю, их приглашают потом на работу. И иногда бывают немножко другие ситуации, которые, как сказать, они прекрасны с точки зрения того, что я понимаю, что мы даем хорошее образование. Но я немножко печальюсь, потому что, сейчас объясню, почему. Многие наши студенты начинают работать с третьего курса. Работать, и это хорошо, потому что их знаний уже хватает. И потом они как бы на практику идут на аналогичные там предприятия и так далее. Плохо, что они, я понимаю, почему это, да, они ставят работу на первый план, от этого немножко страдает образование. И тогда я вынуждена сказать, ну вы тогда определитесь, ребят, да, то есть если вам знаний достаточно, что вы нашли хорошую работу, ну и плюньте, и идите работайте, и что же вы мучаетесь, да. Но если вы все-таки хотите получить диплом Казанского федерального университета, а поверьте мне, он очень котируется у работодателей, пожалуйста, уменьшите немножко свою работу. Работают, конечно, все магистранты. И мы стараемся так ставить аудиторные занятия во второй половине дня с тем, чтобы дать им возможность работать. Это правильно. К нам в магистратуру-то идут ребята многие, которые после бакалавриата уже работают, понимают, что им надо получить образование еще в этой области, получить диплом и идут сюда работать. Идут работать химики, идут работать, не поверите, журналисты идут к нам учиться, да, они говорят, для того, чтобы нам писать в этой области, мы должны понимать, о чем писать. Тут, конечно, возникают проблемы, потому что мы все-таки, естественно, научное направление, но как магистрскую работу мы стараемся им подобрать либо какой-то анализ, либо предлагаем сделать какой-то форсайт на основании данных, да, опубликованных и так далее. Естественно, в области экологии, природопользования и так далее. То есть интересно, очень сложно, но вполне реализуемо. То есть у нас прекрасный опыт есть, когда к нам приходили и ребята с гуманитарных. Хотеть надо, тогда получится. Замечательный тот факт, что пока вы отвечали на вопрос, в комментариях уже успели оставить номер Тимура Ринатовича. Отлично. У нас быстро все работает. Я думаю, что этим... Я нисколько не удивлюсь, если это сам Тимур Ринатович, потому что он сейчас у нас в командировке был только что в Узбекистане, отбирал студентов по государственной линии, которые будут у нас учиться, и после этого переехал в Таджикистан. И если он сейчас возвращается, и если он в Таджикистане, он точно должен нас слушать. Спасибо большое, Тимур Ринатович, что вы с нами. Ну а мы тем временем приступаем к заключительному вопросу. Каждому студенту хочется все-таки увидеть воочию институт, где он будет учиться. Это, понятное дело, я уже подвожу к дню открытых дверей. Вообще существуют они, как они проходят, и когда они будут? Вы знаете как? Еще года 2-3 назад мы проводили очные дни открытых дверей, но потом заменили их вот на такие инсталайфы. Ну, вы сами знаете про эпидемиологическую ситуацию. Но у нас есть опыт, когда к нам приезжали ребята, например, даже из других городов или родственники здесь, и они приходили и говорили, можно ли с вами поговорить, можно ли с вами посмотреть. Пожалуйста, мы никогда не отказываем. Единственное, что вы уж не ходите, пожалуйста, поодиночке, потому что нам работать тоже нужно, быть не только заниматься профориентацией, экскурсоводами. Но я думаю, что самое простое, опять-таки вы звоните Тимур Ринатович, и он прям будет говорить, вот такого-то числа, в зависимости от того, что вас интересует. Если вас интересуют, например, методы дистанционного исследования с помощью дронов, квадрокоптеров и так далее, методы построения геоинформационных систем, он вас соберет в такую кучку и отведет туда, не просто вот чтобы посмотреть стены, где вы будете учиться. Познакомить там с коллегами, которые будут учить, поговорить, что они могут научиться. Если вас интересуют биотехнологии, природоохранные биотехнологии, то Тимур Ринатович соберет и экология в кучку и отведет в научно-образовательный центр, вот этот агроэкбиотехнологии. А, пожалуйста, телефончик у вас есть, пишите в WhatsApp, и он скомплектует такие... Ну, если вы едете уж как-то специально из какого-то города, ну, мы с вами встретимся индивидуально. Пожалуйста, это все вполне возможно, и мы такое практикуем. Отлично. Светлана Юрьевна, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, это был Инсталайд для абитуриентов. Я с вами прощаюсь. И, конечно же, мы желаем вместе хорошего поступления в Институт экологии и природопользования Казанского федерального университета. Казанского федерального университета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!